Всем хай! С вами Юджин и сегодня, друзья, у нас будет первый за долгое время разговорный видос. Он будет не очень большим, его главная цель это поздравить вас всех с наступающим Новым Годом. Это будет последний видос в этом году и мне бы хотелось подвести его итоги, зарядить, может быть, вас хорошим настроением. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел, чтобы вы поделились с нами, со всеми, со мной и с другими ребятами, которые смотрят канал. Просто напишите, как у вас дела, что у вас произошло в этом году, какие у вас планы. Ну или просто излейте душу, поверьте, мы здесь все в доску свои, мы обогреем, примем, поймем. Ну а пока вы пишете, я расскажу вам, что у меня происходит, какие у меня планы. Я вот только что на своем канале посмотрел несколько роликов новогодних, которых я записывал много лет назад. Вижу, как меняюсь я, как меняется вайб вокруг. Итак, как у меня дела? У меня дела... Я бы сказал, что все отлично. Несмотря на то, что в этом году было много неприятных моментов для меня, я часто был в раздражении, в упадке душевном. И я даже говорил себе, что, наверное, Женек, это и есть взросление. Ты потихонечку забываешь про свой внутренний мир, начинаешь смотреть все, что происходит вокруг, пытаешься как-то реагировать на все это. Но благо потом приходила другая мысль совсем, возможно, абсолютно дурацкая и беспечная. Она следующая. В жизни должно быть место, где ты можешь чувствовать себя свободным. Должно быть место, где ты чувствуешь себя простым. Место, где ты позволяешь себе поугарать. Поугарать надо абсолютно дурацкими вещами. И черт возьми, внутренний мир свой, который у тебя там, немножко детский, немножко наивный, его нельзя забрасывать. Его нужно оберегать, чтобы ты иногда мог туда возвращаться и просто отпустить себя. Отчасти именно эти мысли заставляли меня просто садиться за комп, включать запись и просто играть в дурацкие игры и искренне смеяться. При этом каждый раз вспоминаю, что, боже мой, этот канал, это маленькое чудо для меня, по крайней мере, маленькое чудо в этом мире, которое я смог создать вместе с вами, где мы вот даже сейчас собрались и находим повод поулыбаться. И вспоминая прошлогодний, предновогодний видос, я помню, что я говорил, что научился особо ничего не желать, потому что все может быть, все может быть обгажено. Но также я вспомнил, что я боюсь, например, летать. Я уже говорил вам не раз, что я боюсь летать, потому что мысли о том, что что-то может пойти не так, просачивается мне в голову и портит все. Полет, желание вообще куда-то лететь, даже если есть такая возможность. И поэтому я хотел бы самому себе из прошлого года сказать, пожалуйста, не забывай, что если ты будешь ожидать постоянно провала, то ты никуда не пойдешь дальше. Жить так невозможно. За эти годы я как никогда ощутил максимально, что нет ничего важнее, чем свобода. И, конечно же, в жизни каждого из нас есть огромное количество обстоятельств, якоря, которые нас тянут вниз или оставляют нас на одном месте, сковывают. У каждого эти обстоятельства и причины свои. Но где-то здесь можно сохранить этот островок и каждый раз к нему возвращаться, и вспоминать, что ты свободен внутри. Как бы, возможно, это сейчас несамонадеянно и небеспечно прозвучало, вспоминая, что здесь ты свободен, это заставляет тебя, это дает возможность тебе хотя бы маленький шажок вперед, но сделать. Хотя бы какой-то, хотя бы мысленно. Это уже огромный шаг вперед. Я очень хочу, друзья, чтобы вы все вот сейчас прямо заглянули внутрь себя и сами себе ответили на вопрос, а чего я по-настоящему хочу для себя и для своих родных. Просто на секунду спросите это себя. Я знаю, что какой-то ответ вам сейчас придет, и я искренне хочу, чтобы вы это все получили. Может быть, ни сегодня, ни завтра, ни через три года, ни через десять лет, но маленький шажок. Просто когда ты задаешь себе вопрос этот внутри, это заставляет сделать этот маленький шажок на пути. Может быть, ты никогда не дойдешь, может быть, я никогда не дойду до своих целей, но я буду идти, я хочу идти, несмотря ни на что. Я не знаю, как об этом говорить, чтобы это не звучало приторно и, может быть, кринжово. Просто по-другому об этом никак не сказать. И все это время, все эти два года, что я не записывал разговорные видосы вместе с вами, они были из-за того, что вот этот дьявол, не знаю, на коем он там плече сидит, нашептывает тебе всякие неприятные вещи, чтобы ты голову опустил. Он говорил мне такой, ну, а что ты скажешь? Тебе же нечем поделиться-то особо. Ты пуст, ты уныл, ничего толком не сделал. Где результат, Евгений? Но сейчас, записывая этот видос, я понимаю, что дело-то не обо мне на самом деле. Этот канал для вас сделан. И я хочу, чтобы именно вы просто тащили вперед. За все это время, что канал существует, я столько талантов разглядел среди вас всех. Вы что-то пишете, что-то рисуете, программируете. Очень много всего вы делаете. Многие из вас уже закончили школы, закончили университеты, устроились на работу. Вышли замуж, поженились, уже детей, возможно, кто-то из вас завел, скорее всего. То есть, жизнь кипит. Я очень надеюсь, что она будет продолжать внутри вас кипеть. Я хочу, чтобы вы перли вперед. Маленькими шажками. Могут быть один шаг за год, могут быть один шаг за два года. Но любое телодвижение в сторону вашей мечты, пожалуйста, делайте это. А если вдруг уныние настигнет или завалит проблемами, приходите сюда. Мы здесь с вами поугараем, как и всегда. И да, я обещал рассказать немножко, как у меня дела. Маленькие шажки. Вот как у меня дела. Просто делаю маленькие шажки, когда получается. А сейчас я стою на фоне елки, которая сгенерирована в нейросетях. Тут подставлен снежочек. Хотя на самом деле в Алмате, где я сейчас нахожусь, за окном идет дождь. Не сказал бы, что это меня расстраивает. Во-первых, это означает, что на улице тепло, я не люблю холод. Но я замечаю, что каждый Новый год всегда именно прям вот под самый праздник начинает идти такой мягкий, приятный, пушистый снежок. И создающий атмосферу чуда. И я верю, что сейчас то же самое произойдет. А если не произойдет, хрен с ним. Пойдет чуть-чуть попозже. Снежок точно будет. Все точно будет. Кстати, как вы думаете, а будет ли в этом году Дед Морок? Будет. А еще будет соблюдена наша давняя традиция, когда мы поднимаем бокал молочка, говорим друг другу приятные вещи, пожелания. И это и сейчас я вам и скажу, друзья, еще раз. Я верю в вас. Я вижу этот свет, который от вас исходит. И я благодарю вас за все. За все эти 10 лет, что вы со мной. И некоторые даже больше. Я на ютюбе с 2008 года. Кто-то меня знает даже еще с тех времен. Я безумно благодарен за... Я благодарен судьбе, в первую очередь, за то, что мы с вами здесь все собрались. Что у меня есть возможность творить, высказываться. Как-то надеюсь наполнять мир чем-то хорошим. Я не идеален. Никто из нас, наверное, не идеален. Я просто хочу, чтобы в этом месте, где мы с вами собрались, было все вот прям сказочно, волшебно, по-детски, весело, беззаботно и просто угарно. Давайте все вместе сохраним это. Насколько мы сможем. И давайте двигаться дальше, вперед и создавать что-то новое вместе. Надеюсь, вы смотрите меня под куранты. Ладно, друзья. Я поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом. Я желаю вам всем процветания. Я желаю всем вашим близким и вам здоровья. Я хочу, чтобы вы сейчас его отметили. Максимально кайфово. Максимально тепло и уютно. А может быть просто с безбашенным весельем. И давайте встретимся в следующем году. Посмотрим, что он нам принесет. И что бы он нам не принес, маленький шажок вперед. Маленький шажок вперед. С Новым Годом, друзья. Пейн. С вами был в 2023 году Юджин. Увидимся в 2024. И всем и пять!